Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу поделиться с вами очередной порцией комбинационных ловушек в летающих шашках или так называемых леталках, как их называют профессионалы. Первая леталка, А1, летит на А5, черная Ж7 летит на Е5. Далее возможно следующее продолжение партии. СБ4, БЦ5, Ж4, Е4, черные ставят колл, белые нападают и черные меняются. Ну и здесь конечно плохо играть БЦ3. После этого хода черные проводят несложную, но симпатичную комбинацию. По всех позициях буду давать вам около 5 секунд, ставьте видео на паузу и пытайтесь найти комбинации самостоятельно. В этой позиции черные побеждают после хода СБ6. Отдаем 3 шашки, затем играем Ж4 и белые обязаны бить шашку черных. Мы попадаем на преддамочное поле, поэтому белые обязаны жертвовать шашку. Затем отъедаем шашку белых Д6 и остаемся с лишней шашкой. Следующая леталка А1 летит на А5, черная Ж7 летит на Ж5. Значит, СД4, Ж4. Белые меняются назад, ДЦ5. Белые, то есть, занимают центр, черные пытаются его окружить. БА5, СД4, СБ6, БЦ3, ФЖ5. Белые играют ЖФ4. И вот здесь очень плохо играть за черных БЦ7. Этот ход уже проигрывает. То есть, белые играют ФЕ5 и стоит угроза. То есть, ЕФ4, СБ4 и белые попадают на поле Б8. То есть, на любой ход, допустим, ЕД6. Здесь то же самое. Играем ЕФ4, затем СБ4. Ну и как бы черные не били, все равно попадаем в дамки на поле Б8 и побеждаем. Так, следующая леталка. Белая А1 летит на А5, черная Ж7 летит на А4. Очень часто шашистые попадаются в нее, но, тем не менее, здесь есть ничья. Вначале ловушка СБ4. Черная игра от ДЕ5. И вот здесь слабенький ход белых БЦ3. Черные уже строят колоночку. Грозят сыграть ЕФ4 и попасть на преддамочное поле. И вот здесь ход ЕД4 ставят белых на грань поражения. Но все-таки ничья еще есть. Значит, вначале черные проводят комбинацию. Играем ЕФ4. И затем надо сделать важный ход АЖ3. Вот здесь есть два боя. Если белые бьют на поле Ф4, это проигрывает. Играем БЦ5. И в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают. Если бить, допустим, на поле Д6, бьем три шашки. Ну и шашка Е5 белых неминуемо гибнет. Например, СБ4. Напали. ЖФ6. СБ6. Выиграли шашку. Белые еще сопротивляются. СД2. БЦ7. БА5. АБ6. Точный ход. И на ход АБ4 хотим идти в дамки. ДЦ3. На ход ДЕ3, конечно, есть выигрыши после хода ЦБ2. Но здесь проще всего выиграть центром. То есть возвращаем лишнюю шашку. ФЕ5. Затем фиксируем. Слабость белых ходом БЦ5. Ну и допустим, на ход ДЦ3 меняемся. ЖФ4. И побеждаем за счет центра. Можете убедиться в этом сами. Тут легкий выигрыш. Так. Если в этой позиции белые бьют на поле Б6. Тогда бьем на Ц5. И затем прорываемся на придамочное поле. Здесь белые также могут провести контр-комбинацию. Но она их не спасает. То есть вначале ставят присоску. ФЖ5 надо бить. Ну допустим, на Ф4. Затем играют ЖХ2. И лучше всего побить на Ц5. Белые вроде бы отыграли шашку. Но позиция здесь белых очень слабая. Черные побеждают постепенно за счет центра. Шашки слабые. Это выигрыш черный. Теперь рассмотрим правильный ответ. Вот комбинация. Еще раз. И Ф4. И АЖ3. Все-таки правильно бить именно на поле АЖ4. Здесь выигрыша у черных нет. Мы снова играем БЦ5. Значит если побить на Д6. Это проигрыш. Черные прорываются на придамочное поле. Затем ставят дамку и выигрывают. Здесь проблем нет. Но если белые бьют на поле Б6. Когда бьем на Б2. Здесь белые все-таки спасаются. Снова белые ставят присоску. Или как я ее называю. Пиявку. ДЦ3. Приходится бить на поле Д4. Просто играют БЦ5. То есть как бы черные здесь не играли. Здесь выигрыша нет. Лучший план за черных давление. Это сыграть ЖФ6. Ну и еще здесь приятная позиция у черных. Шансы на выигрыш все-таки сохранятся. Но объективно. Белые здесь при правильной игре. Все-таки могут сделать птичьи. Так. Следующая ловушка. Это анализ чемпиона мира. Международного гроссмейстера. Игоря Михальченко. Белая А1 летит на Б4. Черная А7 летит на Ж5. Обычно здесь играют БЦ5. Побили, побили, побили. Бьем естественно на А5. На С5 нельзя бить из-за хода ЖФ4. И после удара по затылку черные останутся с лишней шашкой. Поэтому приходится бить на А5. Играем ФЕ5. Ну черные играют ФЕ5. И на ход АБ4 черные играют ЕД4. Очень сильный ход. Сейчас бесполезно играть ДЕ3. И черные просто разменяются вот таким образом. Ну и за счет центра у них позиция здесь будет даже более приятная. Если же в этой позиции белые захотят выиграть ходом Ж4. Согласитесь, напрашивающийся ход. То черные здесь красиво побеждают. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти красивую комбинацию. Вначале играем ДЦ3. Опять присоска, или как я ее называю, пиявка приходится бить на Д4. Затем черные играют СБ6. Ну и в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают. Если бьют на С7, тогда бьем на Д6. И черные остаются с лишней шашкой. Если же белые бьют на поле Ф6, тогда черные бьют на С3. Затем отъедают шашку Б4. И следующим ходом снова выигрывают шашку С7 с выигрышем. Так, следующая позиция. Следующая ловушка, возможно, по мотивам партии двух девушек. Такая прикольная фамилия у одной девушки. Зануда у второй Лобекина. Партия 2017 года. Значит, ну, в этой позиции белая А1 летит на Д4. Черная Б6 летит на А5. Просится постановка кола. ДЦ5 белые так и сыграли. Ну и здесь, возможно, следующее продолжение. СБ6, ЖФ4 поменялись. ФГ5, АЖ3 поменялись. И вот здесь, конечно, просится размен на Д4. Но белые поставили ловушку. Они побили на Ф4. Далее в партии было ЖФ6, ФЕ3. И черные сделали напрашивающийся ход. БЦ7. Я вот, кстати, друзья, что-то подобное за черных исполнял. Как-то помню, играл против международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. В турнире мастеров. И вот тоже попался на подобную ловушку. То есть она вроде бы не сложная тут комбинация. Но незаметная. Белые играют СБ4. Пропускают черных в дамки. Затем играют ЕД4. Ловят дамку черных. И проходят сами в дамки. Черные еще сопротивляются. Ловят дамку. И надеются на ничью. Но белые здесь очень красиво побеждают. Играют ЖФ4. И на единственный ход ФГ5 проводят второй удар. СБ6. Снова пиявка в действии. Ну и куда бы черные не побили. Играем ЕФ2. И белые красиво побеждают. Да. Так. Следующая ловушка. Возможно в леталке А1 летит на Д4. Черные Ф6 летит на Е5. Ну побили. Побили в центр естественно. У черных более приятная позиция. Потому что у белых застряла шашка Б2. Далее. ЕФ4. Б5. ФЕ3. ЦБ6. Белые меняются назад. ХГ7. ХГ3. ЖФ6. ЦД4. Белые наконец-то вылазят в центр. И пытаются развить свою отсталую шашку. Б2. Черные нападают. ДЕ5. Белые закрываются. Прошу прощения. БЦ3. ХГ5. И вот здесь черные делают напрашивающийся ход. ФГ7. С идеей затем сыграть ГА6. И полностью оккупировать центр. Но белые здесь проводят красивую комбинацию. В стиле важность серебряного призера. Чемпионатов СССР. Мастера Николая Кукуева. Значит это анализ Евгения Кондраченко. Ежедневнородного гроссмейстера. Вице-чемпиона мира по блицу 2021 года. Белые играют ЕФ4. Теперь. На поле С5 бить нельзя. Из-за несложного удара. Поэтому черным приходится бить на поле Ж3. Тогда жертвуем еще две шашки. И красиво нападаем. Ж2. Делаем тихий ход. Ну и как бы черные не закрывались. Так у семьи ЕФ4. Пробиваем поле Ф4 ходом ДЕ3. Затем попадаем в дамки. И вот тут важно еще побить на поле Б4. Чтобы на ход Б5 побить на С3. И у нас сохраняется здоровая лишняя дамка. Вот такой красивый выигрыш. От международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Следующая ловушка. Возможно леталки А1 летит на Д4. Черный А6 летит на Ж5. Ж4 ДЕ5. АБ4 СД6. Здесь белая игра от БА3. И черные ошиблись. Видимо просто надо было играть как-то Ж6. А черные сыграли ЕФ4. И белые проводят красивую комбинацию. Позиция черных разваливается просто как карточный домик. В партии эту комбинацию провел одесский кандидат мастера Ярик Гончаренко против соперника по фамилии Федоров. Партия 2019 года. Вначале меняемся. БЦ5. Ну и черным надо бить на Д6. Если побить на Б6. Ну тут несложный удар. АЖ3. ДЕ5. И белые легко побеждают. Поэтому приходится бить на Д6. Тогда играем АЖ3. Затем ФЖ3. И наносим первый удар. ДЕ5. Выбиваем царскую шашку Д8. И наносим второй удар. Очень красивая комбинация. Следующая ловушка. Возможно в леталке белая А1 летит на Ф4. Черная А7 летит на С5. Ну здесь обычно все меняются. АБ4. ФЕ5. Лучше побить без перебоев. Сразу же на Д4. Ну и черным лучше всего сыграть АЖ5. Далее возможно СД4. ЖФ6. Ну после ЖАЖ4. Тут несложный ударчик. Я думаю все вы его найдете. Играем ФЕ5. Приходится бить в эту сторону. Затем отдаем еще одну шашку. Выстроили под ударную цепь. И наносим свой решающий удар. И попадаем в дамки с выигрышем. Так. Если в этой позиции белая игра БЦ3. Тогда играем ЖАЖ4. И вот здесь красиво проигрывает ход ЖФ4. То есть. Здесь есть незаметная комбинация. Даже ее один гроссмейстер в партии не увидел. Потом сожалел. Ну ладно не буду говорить кто. Но вот даже международный гроссмейстер не заметил комбинацию. Попытайтесь ее найти. Черные начинают и выигрывают. Играем СБ6. Затем играем АБ2. И ФЕ5. И неминуемо попадаем в дамки с выигрышем. Так. Следующие. Следующие три ловушки возможны. В леталке А1 летит на А6. Черный А6 летит на А5. Значит. Ну здесь лучше всего играть СД4 за белых. Если черные нападают ДЕ5. Тогда закрываемся. И черные играют ЕФ4. Но сюда бить нельзя. Потому что черные попадут на преддамочное поле. Поэтому приходится бить на Ж5. Далее. ЖФ4, ЖФ6. ФЕ3. Значит. Здесь возможны два хода за черных. БЦ5 проигрывает из-за несложного удара. Играем АЖ7. Затем ЦБ4. И неминуемо попадаем в дамки с выигрышем. Если черные не попадаются в эту несложную ловушку. Игра ЦД6. Тогда меняемся. ФЕ5. Ну и здесь возможно следующее продолжение. БЦ7. ЖФ2. И вот здесь черные могут сделать напрашивающийся ход. Например. Как было в партии Винокуров. Тимофеев. Партия 2007 года. Белые провели неожиданный ударчик. Он несложный, но незаметный. Играем АЖ7. Затем ФЖ3. И попадаем на преддамочное поле. С выигрышем. Вернемся к началу партии. Теперь развернем позицию за черных. В этой позиции очень плохо за белых играть АБ4. Здесь черные практически форсированно побеждают. Играем ФЕ5. И грозим сыграть ЕД4. И прорваться в дамки. Поэтому у белых единственный ход БА3. Тогда играем ЕД4. Приходится бить сюда. Выбиваем шашку Д2. Ну и после всех разменов у белых образовалась очень неприятная связка на их левом фланге. Далее в партии гребенки Домчев. Партия 2009 года была СД2 АБ6. ДЕ3 ЖФ6. Белые как-то пытаются укрепиться в центре. Но это им не помогает. Вот здесь еще можно было как-то сопротивляться после хода ЕД4. А вот после хода ЖХ4 черные провели симпатичную комбинацию. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь ее найти. Играем ФЖ5. Ну и как бы белые не били, черные остаются с лишней шашкой. Ну и постепенно побеждают. Следующая ловушка возможно в леталке А1 летит на А6. А6 летит на С5. Посмотрим партию Валюк Маркин 2002 года. Как шашист Маркин выиграл чемпиона мира Андрея Валюка. ЖХ4, ФЕ5, ФЖ3, ЖФ6. Белые меняются назад и запасаются запасными темпами. Масло масляное, но по-другому не скажешь. Но у белых конечно большая слабость. Шашка Б2 застряла, видите, отставая. Далее в партии было. АЖ7, ФЖ3, ФЕ5, ЖХ4, ЖФ6. И вот здесь чемпион мира Андрей Валюк ошибся. Сыграл АЖ3. Незаметная ошибка, после которой черные красиво побеждают. Я надеюсь вы найдете выигрыш за черный. Черные жертвуют две шашки. Затем проводят размен две на две. Затем отдают еще одну шашку. И за счет ослабления правого фланга белых неминуемо прорываются в дамки. Ну и бесполезно играть ЕФ2 с идеей разменяться. Потому что черные ставят дамку. И на ход ЕФ4 белым мешается собственная шашка Б2. То есть черные бьют на А1. Ну и белым в пору сдаваться. Следующая ловушка. Возможно в леталке белая А3 летит на А5. Черная Б6 летит на А3. Это анализ гроссмейстера Косенко 2004 года. СД4, ФЖ5. ЖФ4. Здесь видимо как-то АБ6 надо было меняться. Побили, побили, побили. Ну и позиция черных как-то держится. А вот ход ЖФ6 напрашивающийся неминуемо приводит к поражению. Белая резко играет АЖ3. Ну и здесь если черная играет АФ7, то просто играем ЖФ4. И видите АБ6 нету из-за ДЕ5. ДЦ5 совсем плохо. Ну на ФЕ5 белые просто ставят рожон. И легко побеждают. Поэтому черным пора сдаваться. Если же в этой позиции вместо ФЖ7 черная игра ДЕ5, тогда меняемся ЖФ2. И вот здесь еще можно было побороться после хода СБ6 черным. А вот ход СД6 окончательно проигрывает. Белые атакуют АБ6. Ну и грозит удар СБ2, БЦ7, ДЦ3 с огромным перевесом. Если же черные нападают БА7, тогда выигрываем таким образом. Играем ДЦ3. Черным надо бить. Нападаем на шашку. Надо отходить. Ну и здесь проводим разгромную комбинацию. СБ2. Затем ДЕ5. И снимаем 5 шашек с выигрышем. Следующая леталка это анализ мастера из Днепропетровска Евгения Ивашко 2015 года. Леталка белая А3 летит на А5, черная Д6 летит на Б4. Белые играют Ж4, сильнейший ход. Черным надо уходить на бортик. И белые играют АЖ3. Я сам в подобных позициях как-то проигрывал. Очень неприятные позиции у черных, но тем не менее защититься еще можно. Здесь надо играть ФЕ5. Белые нападают ЕФ4 и закрываться ЕД6. Далее. ФЕ3, ЖФ6, ЖХ2, БЦ5. Вот здесь Евгений Ивашко рассмотрел ловушечный ход за белых. ЕФ2. На что он рассчитан? Если черные сыграют АЖ7, тогда белые проведут красивую комбинацию. Ставьте видео на паузу и пытайтесь ее найти. Меняемся ФЖ5. Затем пропускаем черных дамки. Затем ловим дамку черных. И красиво выигрываем. Ну, в этой позиции, друзья, конечно, вместо хода ЕФ2 за белых правильно играть СД4. Меняться. Затем еще раз меняться ФЖ5. Ну и создается примерно равная позиция. И белым и черным надо играть здесь аккуратно. Я, друзья, сегодня проанализировал ход белых ЕФ2. А как же надо было играть черным в этой позиции? Оказывается, черные могли победить. Вот это уже мой анализ. Смотрите. Разворачиваю позицию за черных. Мы играем ДЕ7. Очень сложный ход. Теперь, если белые играют СБ4, тогда строим колоночку АЖ7. Белым надо играть БЦ3. И мы продолжаем дальше зажиматься. АБ6. АБ2. АБ7. Белые меняются. ФЖ5. И видите, бесполезно. Мы не можем сыграть ЕД4 и выиграть шашку. Потому что черные, белые прорвутся в дамки. Поэтому мы этого не делаем. Мы просто играем СД4. И хотим выиграть шашку Б4. Белые ее жертвуют. И играют Ж6. То есть шашка у нас лишняя. Но непонятно здесь, как выигрывать. Тем не менее, выигрыш есть. Играем Е4 смело. И затем закрываемся ДЕ5. Белые еще сопротивляются. СД2. Меняемся назад. Белые играют ФЕ3. Продолжают сопротивление. Подтягиваем отсталую шашку. АБ6. Белые также подтягивают отсталую шашку. БА5. ЕФ2. БЦ7. БА3. И вот здесь черные могут провести красивую разгромную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Играем вначале ЕД6. Затем играем ЖФ6. Затем пропускаем белых дамки. ФЖ7. И наносим первый удар. Попадаем на преддамочное поле. Ловим дамку белых. И наносим второй удар. Наша дамка гибнет. Но здесь у нас выигранное положение. Проще всего выиграть. Напав на шашку Ф2. Затем еще раз нападаем на шашку Ж3. Ну и легко выигрываем. Дамка, видите, обрезала эти две шашки. А шашка С7 надежно держит шашку А3. Это выигрыш. Вот это мой анализ. Тоже симпатично получилось. Ну и последняя ловушка на сегодня. Белая А3 летит на А5. Черная Ф6 летит на Б4. Ловушка впервые состоялась в партии двух международных гроссмейстеров. Евгения Кондраченко и Игоря Михальченко. Партия 2011 года. Белые красиво победили. Ж4, Б3. А Ж3, Ж6. Позиция напоминает предыдущий дебют. Но здесь немножко другие планы игры у белых. И белые сыграли Ж4. Черные сделали ход Ф5. На самом деле напрашивающийся ход. И он кажется даже сильным. То есть белым надо закрываться. А Ж3. ФЖ3, прошу прощения. Теперь нельзя черным играть А Ж7. Из-за несложного удара. Вначале жертвуем шашку. С помощью вот такого размена. СД4 и бьем на Б4. А затем пропадаем в дамке. И это выигранное положение у белых. В партии Игорь Михальченко разменялся. Сыграл ЕД4 и АЖ5. Белые бьют сразу же на А6. Ну, честно говоря, позиция черных даже выглядит несколько приятнее. Все-таки у белых слабые шашки бортовые, да? Плюс у черных очень сильный разведчик на АЖ2. Но на самом деле здесь огромное преимущество у белых. Даже компьютер не понимает вначале у кого преимущество. Преимущество у белых. Белые играют Е2. Важный ход. Вот АЖ7, БЦ3, ЖФ6, СД4. Черным надо меняться, БЦ5. И вот здесь уже становится очевидным, что позиция черных не очень хорошая. То есть на АБ2 приходится играть СД6. И на БЦ3 здесь выясняется, что черным некуда ходить. То есть грозит СД4. Если черные играют ДЕ5, тогда белые проводят несложную комбинацию. Я надеюсь, вы ее найдете. Вначале отдаем одну шашку, АЖ5. Затем выбиваем шашку Ф8. И проводим несложный удар с выигрышем. Игорь Михальченко, конечно, увидел этот удар. И сыграл в этой позиции Б7. Теперь непонятно, как выигрывать за белых. Но здесь Евгений Кондраченко очень четко провел выигрывающий план. СБ4. Труднонаходимый ход. В чем идея? То есть грозим сыграть ДЦ3 и затем АБ6. Далее в партии было ФЕ5. ДЦ3. Грозит ход ЕД4 и АБ6. Поэтому черным приходится закрываться ЕФ6. Тогда белые выигрывают шашку АБ6. Ну и здесь Игорь Михальченко сдался. Черных возможны были два хода. Если черные сыграли бы ДЕ7, тогда белые снова проводят комбинацию. После всех разменов играем АЖ5. И наносим решающий удар ЕД4 с выигрышем. Если же в этой позиции черные играют ФЕ7, тогда снова после всех разменов белые проводят удар. То есть здесь уже играют АЖ7 и ЕД4. И ставят так называемый ржон на поле Ф6. То есть шашка Ф6 очень сильная. Она, видите, у черных как кость в горле. То есть держит сразу же две шашки. Она по силе равна двум шашкам. Ну и здесь белые легко побеждают. Например, ДЦ7, СБ4, СБ6. Нападаем. Надо отходить. Играем СД2. Ну и на единственный ход СД4 играем АБ6. Ну и создается красивая позиция. Как бы черные не напали, они проигрывают. То есть если нападает ДЕ5, играем БЦ7 и СД8. Эта шашка держит эту. Эта держит эту. Ну и дамка надежно обрезала шашки СД7 и СД8. Это выигрыш. Если же черные нападают на шашку Б6, тогда проводим шашку на поле Ф8. Ну и на единственный ход АБ6 играем на А3. Ну и затем на любой ход нападаем с поля Б2. И выигрываем. Вот так победил Евгений Кондриченко. Чемпиона мира Игоря Михальченко в 2011 году. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok